и послесловие к видео о чумном докторе возможно некоторые недопоняли немного мой посыл ну ладно черт с ним может быть я чего-то недопонял однако хорошо после того как я действительно посмотрел точнее так я попытался посмотреть обзор точнее интервью мятежника джека с баблом я немного да понял ну немного не совсем да понял идею которую пытаются попадать в фильме вот только товарищи которые сегодня пытаются особенно коммунисты которые пытаются сегодня до доказывать что а вы не поняли это другое вы не понимаете это другое товарищ если ни одного либерала и вот обычного человека как меня появилось такое стойкое стойкое ощущение что весь сюжет ну во-первых это комический ну ладно не будем обсуждать черт возьми грома которого должны были раз 25 примерно 30 убить в течение фильма это хорошо это комикса допустим это опустим но когда ты смотришь фильм в котором тебе представляют героя героя не антигероя именно героя человека который готов бороться с типа вселенским злом а вселенское зло это и есть капитализм капиталисты все такое любыми доступными ему методами любыми доступными ему методами и до безусловно у обычного человека нет таких возможностей но сначала тебе представляют героя именно героя чумного доктора тебе его ставят во главу тебе показывают его хорошее воспитание все такое там а потом где-то там они своей голове делают такой легкий твист который ну обычный человек вот типа меня до должен где-то разглядеть между кадрами понять смысл прочитать мысли нахрен на расстоянии создателей и понять что же они хотели блять этим сказать и тут вот блять вот получается вот так вот посмотрите на самом-то деле блять безумный вот это безумно безумный протест вот это вот линчевание это все плохо ну точнее как ну на самом деле да получается чтобы вот это вот плохо не надо так делать ребят вот это вот ваш выход на улице какой-то там слитие информации о тех людях которые вас же уничтожают это все плохо так делать не надо ну то есть не надо никого убивать самое главное самое главное не надо никого убивать никогда в жизни ни за что ну или ты там тоже не сможешь вот ты же вы ты же обычный человек ты же не сможешь под глубокий посыл блять где-то там глубоко между строк ты же обычный человек ты же не сможешь решить когда действительно твоя мораль позволит тебе действительно переступить через свои моральные какие-то моральные устои да и убить человека какой-то ситуации ты же не сможешь решить? Ты же толпа, ты же обычный человек. Не делай так. И вот где-то вот там между строк вот это все надо прочитать, а потом вдруг внезапно происходит твист. И оказывается, что вот тут, вот этот момент, вот мы его так четко показали, вы его четко должны были увидеть и понять, что вот он изменил свое резкое мнение. И он стал ненавидеть всю толпу, всех людей. И именно поэтому он решил устроить вот это массовые беспорядки, основанные на чем-то. Он оседлал, он его эго, его желание там, не знаю, там как-то самоутвердиться, ну, неважно. Его неверные решения должны были привести к тому, чтобы эту толпу все уничтожили. И вот это вот где-то мы там обычные люди должны где-то там прочитать в подсознании создателей, для того, чтобы понять или, или, или послушать абсолютно откровенное, честное интервью с мятежником Джека. Двухчасовое. На секундочку. Блядь. Люди 15-минутные ролики не могут высидеть, посмотреть. Двухчасовое, блядь, интервью, блядь, с баблом. Ну, то есть, я не буду там говорить, что я там семи пядей во лбу и должен был это понять. Ладно, я это не понял. Допустим. Ну, то есть, вот таких, как я, ну, так, процентов, наверное, 70-80, да, населения. Они посмотрят, особенно дети впечатлительные, которым не до этого, не до этого. У них есть простое понимание. Вот герой. Вот ничего не происходит. И вот в конце фильма вдруг внезапно происходит твист, что оказывается все это было не потому, что справедливость, блядь. А, да, и еще нам нужно как-то объяснить, какого же хрена случилось вообще с этим идиотом, почему он вдруг решил всю толпу, которая его поддерживает, вдруг внезапно просто бросить на танки. Ну, и, конечно же, тут нужно вернуть фразочку про то, что это толпа, они тупые все, а я вот, вот я хороший, мы очистим этот город. То есть, ничего не происходит, герой, хорошо, все происходит, все четко, все правильно, все как надо. Он не выходит за рамки. Да, он убивает семью, но он убивает разумно в данном случае. Нельзя оставлять ребенка, который через годы, и это, блядь, это тоже отражено ни в одном комиксе, который, тот же фильм с этим чуваком, которого заперли, это дурацкая абсолютно ситуация, но вполне реалистичная. Когда, блядь, сынок потом через годы нашел и отомстил. Так вот, он вполне разумно убивает всю семью. И ребенок там не показан каким-то грудным младенцем. Это вполне себе взрослый подросток, который наверняка же пользовался этим. И да, карикатурный антигерой, который... Серьезно антикарикатурный, блядь? Вы че, блядь, нахуй новости не смотрите? Ну и ладно, хорошо. Допустим, я, может быть, тут слишком бурно реагирую на то, что вы явно не смотрите новости, где вот точно такие же почему-то карикатурные, как Орен, например, который очень точно так же практически отмазался от всего этого. Скажите мне, блядь, после этого, что это карикатурный персонаж. Его убивают. Ну и окончательно безумно, да, безусловно, но все эти подводки, все эти подводки, они не очевидны совсем в фильме. Мало того, фильм построен именно так, что вот герой, а вот какой-то придурок, который избивает всех просто так, без всякого смысла. Это детское кино, это не фильм для взрослых, это не фильм для взрослых, это фильм для подростков. Вот какой-то придурок, который бегает и все морды набивает и не хочет никого убивать, он весь такой правильный. А вот герой, который по-настоящему пытается спасти город, а вот просто не из чего взятый. Вы все уроды, надо вас всех кинуть под автоматы. Почему? Ну, серьезно, то есть, по вашему мнению, 14-летний подросток, там, не знаю, или 15-летний, или 13-летний, блядь, подросток, или 8-летний ребенок, на которого рассчитаны комиксы, в принципе, будет об этом думать? Серьезно? Вопрос не в том, что хотели бы сказать таким фильмам, ну, понятно, что нельзя прям говорить это все в открытую. Вопрос был не в том, что я чего-то не понял, похуй, да, я не понял ничего. И вопрос в том, что, вопрос в том, что, понимаете, это как в Нолановском Джокере, это нужно посмотреть, блядь, еще кучу дополнительных материалов, посмотреть на самом деле разбор, посмотреть объяснение всего этого, может быть, понять, а может быть, вот так же, как и я, послать все нахуй. Нет, это так не работает. Это как тот же сам, кто же, кто-то тоже из обзорщиков говорил, да, и мне надо для этого прочитать, я не знаю, тонны комиксов, тысячу подводок, посмотреть 25 дополнительных роликов, и тогда, может быть, разобраться, так, а что же вот там должно было произойти, или что же там произошло между делом, это так не работает, понимаете, вы подаете, фильм воспринимается, да, правильно, либералы абсолютно верно триггернулись на это, потому что это так и подается, и для подростков, которыми либералы и я, в том числе, себя считаю, себя относят, ну, точнее, они себя не относят, конечно, но я понимаю, что у меня еще мозг подростка, это воспринимается именно так, вот есть хуй, который просто бегает, вот есть герой, который по-настоящему что-то делает, а вот из ниоткуда вы все уроды, и надо вас всех убить, чего, блядь, а потом еще самое, самое смешное происходит в конце, ладно, я еще, я еще могу понять, вот это вот такое, то есть, как там, космонавтов не приглашали, пришла, пришла банда, не, типа, вы у нас тут не это самое, не по теме, типа, работаете, там, не так поступаете, нехорошо, ну, то есть, а вы там, преступники, по-моему, скупаете их скраденное, насколько я понял, ну, как минимум, да, воруете уже у этих же людей, ну, не по правилам, то есть, вот это все, вот это объяснить, это надо просмотреть, не знаю, вот это вот, двухчасовое интервью, мятежника Джека, чтобы там что-то понять, издалека, может быть, а на самом деле, нифига, в фильме это подается, так, как это подается, и воспринимается это так, как воспринимается, оно так и должно восприниматься, оно так показано, оно так и воспринимается, у большинства людей, линейное мышление, точно такое же, как у меня, рельсовое. И вот эти вот дурацкие обвинения, ах, вы все такие, либералы. Ой, чуваки, видели бы вы настоящих либералов еще хоть раз в жизни, я бы... Ладно, бухуй, это не вопрос. Я праве, ну, по мне, по моему мнению, допустим, вот так вот, я абсолютно верно высказал всю фабулу фильма. Это не то, что... Посмотрите двухчасовое интервью мятежника Джека, и тогда вы все поймете. Это так не работает. Ты пришел в кино посмотреть кино. Ты посмотрел кино, забыл. Осталось только впечатление. А впечатление, оно четкое и яркое. Есть идиот, есть герой, есть твист, есть народный протест массовый, который действительно беспощадный и все такое, и да, он плохой пускай. А в конце тебе говорят, что придут бандиты, придет армия, и все это не приведет в итоге ни к чему. Ваш народный протест не приведет ни к чему. Все, точка. Вот это восприятие обычного простого человека. Если вы, блядь, считаете себя самыми умными и все такое, ради бога. Если нужно кого-то отправить на канал мятежника Джека, чтобы он посмотрел двухчасовое интервью, пожалуйста, ребята, смотрите. То есть, ну, только в путь. Я не против. Но это так не работает. От фильма остается четкое и стойкое впечатление, понятное и простое. Потому что большинство подавляющее наверняка не будет задумываться о всех фабулах и перепятиях, которые где-то там в мозгах у самих создателей. Особенно у авторов комикс. И все. А будет восприниматься так, как и воспринимается нами подростками и либералами. Все просто и линейно. и линейно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!